вопрос о байхать вами написано было значит классный стиль мне нравится причем тут журам я имею ввиду про название стиля почему его так назвали хотя бы очень кратко есть кто-то кто хочет высказаться по этому поводу по крайней мере венчунисты например эдуард может вполне наверное на эту тему что-то сказать да потому что венчунь как известно до полное расширенное название вот это вот например на птуха венчунь байхэ это ну то есть кулак белого журавля юнчунь я от себя кратенько буквально подтолкнул беседу в какое-то русло во-первых существует какой-то ряд легенд о том каким образом создавался этот стиль и якобы речь идет о том что подсматривание за действиями журавля который в это время победил за счет за счет размашистых таких достаточно движений крыльями кстати размашистых движений еще раз напомню потому что венчунь байхэ уже размашистых таких движений почти не остается они компактные в то время как в байхэ тюрьм в разных направлениях достаточно большое количество довольно размашистых ну окей так вот существует легенда о том что вот это вот подсматривание за действиями журавля собственно привело якобы к такому волшебному открытию натолкнул на идею того что стиль журавля это волшебный значит я не очень как-то хорошо отношусь к разным легендам потому что таких легенд много не только вокруг боевых искусств и вообще вокруг исторических данных каких-то не только в китае кстати но и в россии у нас масса заблуждений легенд и прочего мало того помните мы уже говорили с вами что мы живем вообще в мире заблуждений именно поэтому как бы я периодически говорю о том что ребят надо возвращаться к реальности потихонечку до открывать свои глаза на реальность стремиться к объективному восприятию происходящего а не зашуриваться где-то в темной комнате собственных предощущений страхов эмоций и прочего подобного так вот возвращаясь все-таки к теме о белом журавле у меня был один из учеников он орнитолог такой и он в частности занимался как раз инфинь байхэ так вот он сказал замечательную вещь такую он говорит слушай я знаю я знаю почему это байхэ например названо потому что вот если наблюдать действительно за журавлем особенно в период брачных игр каких-то вот этих вот да то там журавли своими крыльями и так и так выделывают там тогда вот смотрите вот такой вот например взгляд но я от себя вот сказал бы так в китае целый ряд боевых направлений почти ничего общего не имеется этим названием вот ребят давайте например о лон чуань поговорим да вот так называемом стиле дракона вот как вы себе просто вот на вскидку представляете например стиль дракона вот кто как наверное вот кстати эдуард пишет кулак белого журавля я видел только по видео целом напоминает венчу но у них другой подход венчу не боец старается стать сначала мягким потом более жестким в журавле наоборот ну окей окей наверное у вас какое-то такое вот впечатление сложилось от этого я не думаю что это вопрос мягкости и жесткости вот такого перехода мягкости жесткости там так далее я просто от себя скажу что идеал боевых искусств моей точки зрения традиционных китайских заключается в том чтобы быть мягким по отношению к себе жестким по отношению противника не тратить напрасно сил сделать так чтобы противник тратился не тратить напрасно каких-то ресурсов но при этом наносить мощные удары с тем чтобы противник который тратит много ресурсов его удары не доходили до цели проваливались в пустоту смягчались и так далее понимаете да чем я говорю поэтому я не должен переход какого-то из мягкого жесткой или жесткого мягкой я думаю что это соблюдение основного правила будет мягким по отношению к себе жестким по отношению к противнику все как мне кажется ну окей а вот павел смирнов пишет в байхе он выполняет синхронно двумя руками так же как у птиц иначе они не летают многие движения похожи на махание крыльями хорошее предположение на всякий случай ребят скажу что это не совсем так в байхе так же как в линчунь байхе существуют формы действий когда у вас две руки действуют одновременно и абсолютно параллельно существуют формы когда у вас руки действуют одновременно но не параллельно я имею ввиду что одна рука выполняет одно действие другая совершенно другое и наконец есть полностью как сказать когда одна рука сменяет другую да то есть когда они не одновременно действуют хотя могут и параллельные и не параллельные одна рука может повторить действие второй а может и не повторять это отдельная вообще тема ну окей Эдуард пишет, я имею ввиду ЧСАУ я видел это в боевых ботаниках так объяснил тренер Журавля ну окей, это наверное Виктор Панасюк, по-моему он приходил в боевые ботаники если не ошибаюсь, и он там объяснял ну окей, это его мнение, его подход к этому вопросу я не хочу сейчас каким-то образом комментировать ни личность конкретного человека, ни его подход к этому, я говорил о том что я знаю и жду от вас также какого-то мнения с точки зрения того, что вы знаете об этом, что вы умеете, естественно и практикуете так вот, возвращаясь к белому журавлю и вообще к названиям, которые присущи тем или иным боевым направлениям в Китае, я напомню что не всегда название отражает смысл того, что содержится в этом стиле например а, да, вот как раз я привел пример Лон Фюань например, да, вот этого стиля дракона который, кстати по-разному выглядит в разных частях Китая например, и вообще это целый набор разных практик иногда друг на друга не похожих так вот представьте себе просто в своем воображении те, кто не знает ничего Лон Фюань представьте себе этот стиль как вы его себе представляете что это за дракон такой как вот он должен действовать ребят, не поверите вот когда вы увидите это я вот, кстати, еще не сделал видео даже ни одного учебного на эту тему может быть, когда-нибудь сделаю сейчас зима неохота, знаете выходить на улицу там, вот это вот все снимать там у нас тут снежок немножко выпал наконец-то, да под конец не под конец декабря а в начале не в начале сейчас у нас середина да, середина января ну вот буквально несколько дней назад у нас наконец снежок немножко выпал тут вот это так типично достаточно для Болгарии в принципе по крайней мере для того места где я живу здесь зима короткая так вот мне не хочется конечно на улицу выходить там вот в этот вот холод там снимать как-то все. Все это хочется летом снимать, честно говоря. Поэтому я надеюсь, что я летом все-таки отсниму что-то и полонть. Так вот, ребят, когда вы это увидите, это не будет похоже на какое-то ваше представление о драконе. Поверьте просто мне. Так же точно когда мы берем там, например, какое-нибудь такое специфическое название, возьмем там ну, какие-то вот такие названия, как рубящий удар и пиковать ваня, например, да. Ну, там более-менее отражает этот смысл боевого направления, да. Когда мы говорим фанцить ваня, мы тоже более-менее это отражаем. Чего дял? Тоже протыкающие ноги, да, вот эти вот, да, удары какие-то ногами там, например, на шагах. Да, это тоже отражает смысл стиля. Но как только появляются мифические какие-то, какие-то волшебные поэтические образы, это, как правило, не отражает смысл происходящего. Вот это вот, знаете, пришедшие в Россию, пришедшие еще раньше на Запад, идея о том, что подражание каким-то животным и делает, и создает какой-то боевой стиль, это полная ерунда, ребят, просто поверьте. Такое подражание, ну, где-то существует, где-то не существует в каких-то стилях, там, например, да. Например, когда мы говорим о Тан-Лан Пай, ребята, вот вы откройте, посмотрите, найдите разные направления, да, Ти-Хин, там, например, Тан-Лан, найдите Мэй-Хуа Тан-Лан, найдите там Тай-Ди Та-Лан, много вы увидите похожего на действия богомола реально, для тех, кто видел вот это насекомое, да. Нет, я думаю, немного, хотя есть ряд направлений, где действительно существует много достаточно подражательных таких техник, да. То же самое, когда мы говорим там, я не знаю, о чем там, ну, вот Ху-Ть-Вайн, например, да, оставим в стороне, там действительно, да, достаточно много все-таки угадывается такого тигрового чего-то, да. Сейчас вот просто не приходит на ум, там, множество каких-то примеров, но смысл такой, что я не думаю, что Пай Ху-Ть-Вайн создавался как нечто подражательное, как нечто, что связано непосредственно с какой-то эфемерной фигурой журавля, которого надо тут же как-то попытаться изобразить собственным телом, нет. Разве что идея того, что без большого приложения мышечных сил вполне можно добиваться высоких результатов, да, вот эта идея, да, она отражена как раз в Пай Хе. Почему там важна плотность сухожилий, и почему важна сила сухожилий, ну, так скажем, в разных направлениях по-разному, да, есть люди, которые мышечно достаточно занимаются Пай Хе, и для меня, и как я это вижу, это далеко от боевой практики, это больше похоже на оздоровительную гимнастику, только такую напряженную, да, с моей точки зрения, вот, но действительно, да, мышцы постепенно выгорают, начинают сухожилия работать, ну, и вот сухожилия таким образом развиваются, это все. И есть направления, где сухожилия развиваются совершенно по другим причинам. По той причине, что вы работаете не на сжимание, как работают мышцы, да, то есть когда мы, вот, допустим, берем обычный какой-нибудь удар, там, ски какой-то берем, да, что у нас происходит? У нас сжимается трицепс, да, у нас там направляется, там, трапециевидная мышца, у нас грудные мышцы определенный образом работают, ну, и так далее, да. Мышцы работают всегда на сжатии. И вот на этом сжатии мышц, честно говоря, это сжатие убогое, ребят, оно не создает большой силы, как мы понимаем, и очень сильно зависит от количества мышечных тканей. Но количество мышечной ткани начинает работать против нас, потому что ресурсоемкость каждой мышечного волокна очень высокая. То есть чем больше у вас мышц, тем больше вы тратите сил на работу этих мышц, и очень быстро выгораете опять тоже, да. Мы уже говорили о том, что ребята крупные, мощные, там и так далее, они быстро очень выгорают, быстро устают, да. Они могут вложиться там сильно в одно-два действия, после этого как-то уже все. Вот. Но в байхе, например, да, работа ведется не от сжатия мышц, а от расслабления, да. Помните, мы говорили о том, что там много достаточно распахивающих, запахивающих действий, да, действий, при которых вы там, например, немышечным усилием, вот эти вот, ну, например, вот подрагивающим усилием, да, какие-то конечности свои, например, выплескиваете там в сторону противника и так далее. То есть в этот момент у вас не только мышцы не работают, но сухожилия начинают тянуться, да, и вот поэтому крепость сухожилия важна, да, чтобы вот это вот растягивание, как бы нервнее работало против вас. И это уже другие принципы, немышечные принципы, где от вашей вот этой вот физической кондиции, от развитости мышечной мало уже зависит. Ребят, я еще раз напомню, для тех, кто не понимает, что тело человека, а следовательно и тело любого бойца, состоит, ребят, не из мышц. Внимание, оно состоит из костей, которые должны быть крепки достаточно, из сухожилий, да, из связок вот этих вот, да, которые тоже должны быть по-своему крепки, но при этом эластичны. Из мышечной ткани, из тока крови. Ребят, это очень важный момент. Ток крови и лимфы, это очень важные такие показатели вашей кондиции. Почему спортсмены опять быстро выгорают? Потому что возникает, ребят, честное слово, возникает большое количество тромбов хотя бы. Тромбов просто в крово, как это по-русски лучше правильно сказать, в каналах, по которым движется кровь. Блин, забыл русское слово, простите. Вот. Ну и так далее. Понимаете, да, здесь много таких вот особенностей. Поэтому, когда вы развиваете себя только мышечно, ну, скорее всего, вы просто гробите, конечно, свое здоровье и не становитесь хорошими бойцами. Ну, это тоже вот такой вот некий важный момент. Кстати, ребят, которые занимаются там спортом, не самостоятельно ходят куда-то все-таки спортом заниматься, поинтересуйтесь у своих тренеров. Если это человек заслуженный, там, хотя бы там КМС, например, он вам объяснит, что, да, действительно, мышечная масса не играет большой роли уже в спорте. Что надо развивать и другие моменты, связанные с вашей физической кондицией. Это факт. Поэтому, ребят, не застревайте на этом. Это мы так плавно перешли от вайхэ к каким-то другим материям. Так, Алексей пишет. Обезьянный стиль соответствует названию своему. Вот, ау, видно. Алексей не совсем с вами согласен. Дело в том, что у Хоу Тьвань тоже существует очень большое количество ветвей. Часть этих ветвей действительно вполне подражательная. И я в своей жизни однажды видел удивительного человека, который как раз Хоу Тьвань, Пау Лу, вот это вот, выполнял настолько, ну, просто засмотреться. Вот полторы минутки смотришь на него, это чудо просто, насколько он красивый, хорошо, это все и подражательно выполняет. Вот. Но есть направление, где подражательный момент сведен вообще практически к нулю. Там не угадать обезьяну в своих действиях каких-то, да, не угадать практически, поверьте мне. Поэтому это отдельная тема. В Ушу Таулу, когда мы смотрим, да, там очень много подражательных техник. Почему? Потому что вы там получаете еще баллы свои за артистичность фактически, да. За то, насколько вы приблизили свое исполнение к тому стилю якобы, о котором идет речь. Поэтому по Таулу давайте не будем рассуждать, особенно по спортивным соревнованиям вот этим вот Ушу Таулу. Не стоит. Это все, это гимнастика, давайте забудем. Ушу Саньда это постбоксерская практика, Ушу Таулу это гимнастика. Даже не... Постарайтесь не думать об этом как о боевых каких-то направлениях. Это не боевые направления. Окей. Идем дальше. Да, те, кто занимается Саньда, ребята, я не хотел вас обидеть. Я не говорю, что это вообще не боевая практика. Это спортивная практика, у кого боевая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова